Я офигел от того, что там были исключительно девчонки, я такого никогда не видел. Как же так вышло? Мужик, которого реально радует его дочь. Визуальный стиль, о котором ты говоришь, удивительный прецедент, что он нанизывается вообще не на артистов. Да вы что, гоните? Какие нахер музыканты? Вы не можете быть счастливыми в розово-нежно-голубых оттенках с детьми. Видно, что чувак проблемный. Мой рэп был смесью пилотов и коржа, мне бы своего персонажа. Пусть узнает вся страна с этого момента, как опасна и трудна жизнь иноагента. Дорогие друзья-товарищи, мы сегодня собрались, чтобы поговорить про удивительный инди-рок-рэп-рэгги-мопед-джаз-фанк коллективе Twenty One Pilots с замечательным Максимом Лонгливом, который известен очень много за что, но мало кто знает, что на левой ляжке у него набит Джош, а на правой Тайлер. Скажи, какую ляжку ты любишь больше? Клевета, у меня все только на запястье. Я должен был подыграть? Здрасте, вы на канале Сейн. Здрасте. Я надеюсь, вы в таком же восторге от этого формата подкаста, который рассказывает вам историю групп от начала до конца. По-моему, это просто революционно невозможно восхитительный формат. Пишите в комментах, если согласны, а я залетаю к вам с небольшим офтопом. Когда я в Химках учился в школе, у нас был Химкинский поварской колледж неподалеку, и этот Химкинский поварской стал именем нарицательным для места, в котором никто ни в коем случае не хотел бы оказаться, когда эту школу закончат. Но, по иронии судьбы, многие мои одноклассники по окончанию этой школы реально пошли в Химкинский поварской. И вот хотел бы я посмотреть на их лица, если бы им кто-то тогда сказал, что они могут с помощью онлайн-курса получить профессию средней зарплатой в 150 тысяч рублей. Я говорю о профессии аналитик данных. Как можно понять из названия, это люди, которые собирают информацию, ее анализируют и после этого делают набор N-ных выводов, которые, поверьте, нужны каждому бизнесу. Например, вы когда-нибудь задумывались, как формируется цена на такси? Всем известная компания Uber использует модель GeoSearch, чтобы определить тарифы поездок. Она собирает данные о машинах, предсказывает количество и спрос на такси в разных районах города. Компания также анализирует данные водителей и проверяет, работают ли они на конкурентов. И вот вам лайфхак по этому поводу. Если вы собираетесь уехать на такси с большого концерта, то делайте это, когда все только собираются выходить из зала. Потому что буквально спустя 10 минут, как раз таки алгоритм проанализирует, что в районе создался большой спрос на такси из этой самой толпы, которая вместе с вами с концерта выходит. И вот в считанные минуты цена на такси подскочит в несколько раз. Аналитика это вам не шутки. И вы наверняка знаете, насколько высок спрос на IT специалистов сейчас. И естественно, к аналитикам данных это также относится. Только за прошлый год этот спрос конкретно на аналитиков вырос более чем на 200%. И эту сверхактуальную профессию я вам советую получить в IT школе Skill Factory, которая обладает рейтингом 4,7 по отзывам студентов. И если вы знаете, как работают отзывы в интернете, вы понимаете, насколько это хороший рейтинг. Сам курс ориентирован в том числе и на тех, кто работает или учится и испытывает недостаток времени. Поэтому удобное время и темп обучения студент выбирает самостоятельно. Можно изучить все быстрее или медленнее. На курсе тебя ждет много практики, лучшие преподаватели из топовых IT-компаний России, помощь менторов на каждом этапе. При этом программа ориентирована на обучение с нуля. То есть возраст, уровень образования или стаж в IT не важен. И ни одна успешная компания не возьмет к себе в команду кота в мешке. Поэтому помимо резюме у вас попросят также портфолио, а еще выполнить тестовое задание. Ко всему этому вас подготовит карьерный центр Skill Factory. Так что, товарищи, если Химкинский поварской не является пределом ваших мечтаний, а я на это надеюсь, то переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь на курс Skill Factory. К тому же там вы можете получить скидку аж в 45% по промокоду SEIN. Возвращаемся к подкасту. На самом деле, я не буду здесь строить суперэксперта. Я не слушатель 21 Pilots. И до этого момента мне это казалось какой-то супер... Норме с музыкой. Такой, знаешь, именно суперпростой, особенно при том, что они были там в отряде самоубийц и все такое. Но, прошарившись поглубже, оказалось, что там пиздец есть на что посмотреть. И, честно говоря, всем там фанатам Митолы, которые не слушают самих 21 Pilots, рекомендую дать шанс, потому что есть на что посмотреть. И первое, что хочу спросить, ты их вообще с какого альбома начал слушать? С Тренча. А, Стренча. Но при этом ты знаешь все предыдущие. Конечно, потому что если я что-то начинаю слушать или смотреть, я в этом разбираюсь довольно глубоко до старта. Но для меня это было очень долгой группой, которую я слышу, я знаю. Знаю все их основные хиты и тому подобное. И для меня они вот где-то фоном звучат. Вот примерно как ты и писал. И в какой-то момент я такой, оу, кайф. И все, я начал разбираться, слушать, смотреть. И можешь ли ты сказать, как человек, который сам музыкант, что у них первый альбом был качественно прям гораздо хуже, чем все последующие? Именно с точки зрения записи? Нет, именно с точки зрения качества написания музыки. То, насколько они были супер-профи. Потому что мы здесь будем идти хронологически. И мы сейчас, понятно, расскажем там про то, что это вообще за люди и все такое. Но просто сам факт, они не получили, по сути, никакого признания именно на первом альбоме. То есть дальше там уже были успехи. Но я послушав вот все альбомы, не могу сказать, что там был какой-то именно прям исполнительский рост. Знаешь, что вот до и после оно супер-яркое. То есть разница явно есть. Но при этом это с самого начала содержало как будто все плюсы 21 Pilots, которые будут потом. Слушай, там прикол, во-первых, в том, что, насколько я понимаю, даже лейблы за них условно дрались. Чуть ли не с первого концерта. Со второго альбома, и когда это уже были Вырос и Тимофей. Второй альбом там вышел через какое-то количество лет. В том плане, что... Ты в курсе, что вообще у Джоша, что у Тайлера вообще до этого была группа с христианским роком? Вот. В том плане, что чувак явно долго занимался ему злом. И Джош тоже был в группе Хирус. Хаус оф Хирус. Вот. Короче, если возвращаться конкретно к твоему вопросу, я не думаю, что первый альбом сильно хуже. Просто Тренч уже знает, куда бить. То есть все эти штуки, они уже в первом альбоме есть. То есть все ростки, основное звучание, какие-то там синтовые штуки, плюс легкий ракешник, какие-то акапелки, очень много именно вокальных сэмплов. Короче, все это было. Тогда, короче, начнем с того, что это вообще был за бэнд с самого начала. Во-первых, с самого начала, вот что может отпугнуть, я думаю, большинство слушателей, это наебалово. Их на 18 человек меньше, чем в названии. Было на момент создания группы. Что это вообще за хуйня? Вот такую шутку, да, придумал вначале. У меня заготовочки чувствуют. Хорошо, я понял. По поводу того, что вот как раз содержалось в первом альбоме и что будет потом в будущем. Я прям могу загибать пальцы. Музыкальное разнообразие, там есть все жанры. Софт-рэпчик, который именно из стадии какого-то альтернативного хип-хопа. Там отдельно поговорим еще про качество этого. Но это явно рэп, который при этом не имеет отношения ни к какой хип-хоп-культуре вообще. То есть он в 2009 году, это в тот момент еще 50 Cent актуален. Я думаю, ребята просто слушали группу Slot. Сто пудов. Ты гонишь хуенный альбом, да, помню. Ну вот, то есть ты даже сейчас говоришь, что это хуенный альбом. Да. И то есть нет никаких объективных причин, почему его никто не заценил. Да просто у них была маленькая аудитория, и ты делаешь все сначала, тебя никто не знает. Это классика жизни абсолютно. Вот просто с этого как раз и хочется начать, потому что, по сути, у нас есть первый релиз, который... Ну, каждая группа, перед тем, как выпустить первый релиз, она накапливает стайл. То есть и первый альбом — это, как правило, презентация этого стайла. Особенно для групп, которые... Ну, 21 Palace, я так понимаю, с самого начала представляли, что они скорее поп, и они могут рассчитывать на какую-то большую аудиторию. И просто первый альбом — это, по сути, единственное произведение 21 Palace, которое на момент выпуска вообще ничего не собрало и ничего не получило. Потому что все остальные дальше, там уже будут результаты, которые... Ну, честно говоря, там вот меня как человек, который видел там, как российская сцена развивается, это охуеть просто, какие у них цифры с самого начала, но это вот чуть позже. Как раз про классику жизни. Было три чувака, которые создали группу, записали они альбом, который действительно качественно пиздатый, и это тоже давит на голову, когда у тебя качественно пиздатый альбом, но при этом вам там приходится всем работать на работах и все такое. И в итоге двое из трех съебываются из группы, и дальше начинается настолько подростковая стори, что просто ебнуться можно, потому что у нас есть Тайлер, который, собственно, единственный чувак в группе, который остался, когда все его бросили. При этом один из членов группы, который вот как раз уйдет, он работал в одном магазине с Джошем. То есть это подростки, оба музыканты, оба работают в магазе, потому что у них нет ни на что денег. Один приглашает его на концерт группы, из которой сам потом уйдет, а тот влюбляется в этот саунд, они становятся друзьями, вместе делают музыку, буквально набивают парные татушки, реально, блядь! И после этого продолжают свое шествие успеха именно с вот этим же подростковым вайбом, который тоже с самого начала содержится в их первом же релизе. Да, при этом оба они родились в религиозных семьях, у обоих были консервативные родители, и одному вообще запрещали слушать музыку, и он там втайне все это делал. Ну, то есть вообще пиздец. Я тоже смотрел это видео. Ну, мы подготовились, мы серьезные люди. Абсолютно какой-то подростковый сериал. И при этом, это, я думаю, все фанаты 21 Pilots знают, но мы это не можем не рассказать как факт, что название группы взято из пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья», где чувак поставляет на фронт бракованные детали, то есть чтобы прокормить свою семью, потому что он знает, что там брак, и если он их не поставит, будет нечего жрать, а из-за этого погибает 21 Pilots. И, собственно, вот эта жизненная дилемма, она становится в названии группы и дальше их преследует. Ну, так или иначе, в принципе, про первый альбом хочется сказать дофига всего по... Ну, то есть обычно хочется идти там по развитию саунда и всему, но вот есть ли что-то, что прям кардинально изменилось от одноименного альбома 21 Pilots к альбому Original The Best? Original The Best и второй альбом? Да. Слушай, очень много клавиш было в первом альбоме, да и во втором. То есть мне кажется, вот это было со мной фишкой. Это как очень далёкое отступление. Тим Минчин, знаешь такого типа? Чувак рыжий с такими вздерёшными волосами, с подводкой и босиком. Он делает музыкальный стендап. И у неё была песня Rock'n'Roll Nerd. Короче, он играет чисто на клавишах и такой прям ракешник. И делает это музыкально. Это стендап, я тебе очень советую посмотреть. И вот у меня всегда было ощущение, когда я начал слушать пилотов, схожести этой ситуации. Что чувак, который занимался фоно, возможно, мама даже его заставляла, в какой-то момент понял, что типа, йоу, я не играю на гитаре. И у них же принципиальная позиция была, сколько альбомов, что нет гитары. Она только на последнем альбоме появилась. И это ровно как в той главной песне Тима Минчена Rock'n'Roll Nerd. Он поёт, что все мои одноклассники играют Strayway to Heaven. А я играю на фоно, как лох. И он заканчивает этой темой. И вот мне кажется, тут очень похожая история. Что он типа был таким подростком, правильным, из христианской семьи, что фоно — это в каком-то смысле его, типа, крест, который несёт. Возможно, он не сам его выбрал. Но он сделал это очень ракешным. Чуваки с помощью ударок, баса добавили туда прям вообще темы. И когда пришёл Джош, мне кажется, они вообще это вывернули в очень хорошую сторону. И именно клавиши — та штука, которая, скажем так, ну, сильно выделяет их на фоне всего остального. Потому что... Ты помнишь, была такая группа, что-то там с Аляской. Аляска... Где чуваки чисто на клавишах и с очень лютым гроулом и харшем прям ебашили прям очень мощно. Короче, клавиши. Клавиши, мне кажется, была их фишка из самого начала. И пилоты сделали это безумно ракешным инструментом. Как будто бы они чуть ли не первые это сделали настолько широко и круто, что на клавишах теперь играть — это рокцк. Окей, а хочешь сказать... Не, ну, в смысле, безусловно, клавиши — важная штука была, но, в принципе, это такой супер поп-культурный продукт, по-моему, Twenty One Pilot с самого начала. Потому что их жанровое смешение — это, по сути... Ну, вот когда говорят, типа, что у поп-музыки нет конкретного определения, что это не жанр, это, по сути, все звуки, которые доведены просто до какого-то состояния восприятия массовым слушателям. Окей. Потому что, ну, часть групп... Ну, вот мы с тобой про Металлику разговаривали, условно, первый альбом Металлики не воспринимаем массовым слушателям. Там четвертый альбом Металлики супер воспринимаем. Да. И вот это вот своеобразное такое... Вот опопсевание саунду, но мы это говорим не в плохом смысле здесь. И в случае с Twenty One Pilots есть ощущение, что с первого же альбома это вот как раз именно поп в самом охуенном смысле. Потому что чуваки мега-мультижанровые и берут из них вот эту вот именно эссенцию попсы в, опять же, не в плохом смысле. Да, я понимаю. Но вопрос был именно о каких-то характерных чертах. Вот мне кажется, клавиши, охуенно пробивная ударка, которая их очень сильно акцентами поддерживает. И вот эта вот смесь и связка, она прям плюс вокал очень нежный. Он реально как бы попсовый, но в каких-то местах он прям безумно акцентирует и выделяет. Не знаю, там... У меня из дальних альбомов примеры какие-то Heavy Duty Soul, да? Когда он прям начинает орать харшим, блядь, и ты такой безумно быстрый рэпчик, потом такая нежнятина, там же реально припев просто нежнятина, и в конце он добивает. И это все сделано условно на одном уровне громкости, понимаешь? И оно слушается, поэтому, что этот трек можно ротировать на радио. И мне кажется, эта штука может только идти из чувака, потому что, ну, если ты андеграунд, ты хочешь делать вот такую андеграундную штуку, окей. Но мне кажется, тут даже не было такой цели, потому что Тайлер сам чувак по себе такой, он типа продукт вот этого всего. Опять же, не знаю про эту сторону его жизни, но ощущение, что он рос, возможно, знаешь, на таких, как та же Кейт Буш, каких-то хитах 80-х, 90-х, которые он смог обрамить в рок-аранжировке в каком-то смысле, и при этом сделать очень доступным и понятным широкой аудитории. И даже вот этот рэпчик, он супернераздражающий, он такой конформистский в каком-то смысле, потому что даже вот эта супербыстрая рэпчина, она безумно мелодичная. И там еще, опять же, клавиши, синты и басуха, гитара не выделяется, не конфликтует с вокалом. Мне кажется, вот такой секрет успеха. Вот тебе в большей части случаев нравится рэпчик 21 Pilots? Он безумно крутой. Какие рэп-исполнители еще у тебя есть в плейлисте? Макс Гордж. А еще? Слушай, Кендрик, естественно, Асап, я безумно обожаю Винса Степлса. И вот мне кажется, он в каком-то смысле мелодичен и похож. Знаешь такого? Нет. Винс Степлс просто потрясающий тип. Ну вот с предыдущими двумя названными, там Ламаром и Асапом Рокки. Чувствуется разница. То есть вот, по-моему, она вот безгранично огромадная. Я просто, я не могу приценивать настолько английский рэпчик и говорить там, насколько он топорный и не топорный. Но даже мне слышно, что во многом у 21 Pilots этот рэпчик, ну прям весьма... Кузнечик. Кузнечик. А я уже знаю ответ на этот вопрос, потому что там рэпчик это не рэпчик, это, опять же, это акцентирование, там нет ни одного рэп-трека. Это раскиданные по трекам такие ключики, да, что ты типа хочешь сделать здесь акцент конкретно на эту часть, и он вставляет, и он всегда перетекает из вокала и в вокал обратно, поэтому и еще у него такой, опять же, нежный голос, где-то фальцетовый, что это вот такое сочетание, оно супер не напрягает, понимаешь? Оно вообще не выбивается, вообще. Поэтому вот так вот. По итогу мы имеем созданный супер приятный, супер при этом продуманный, продроченный и откровенно прям хитовый, работающий отлично и запоминающимся партиями в смысле аранжировками и с хуками в смысле припевами и с сэмплами в смысле припевами и с каким-то типа сэмплированием самого себя, все вот это вот у нас с самого начала есть, но отваливаются два из трех, приваливается Джош, выходит первый их альбом дуэтом Original at the best и это вот просто я хочу, блять, за честь, там вот в статье, которую я читал, это рассказывается про вот этот вот кусок как часть их пути как броуков, когда у них нет денег, нет возможностей, а в одиннадцатом году билет продавали, да, да, в одиннадцатом году Тайлер и Джош выпустили второй альбом Original at the best и пиарили его всеми силами, бесплатно раздавали диски в городе, энтузиазм позволил им заполнить через несколько месяцев старейший рок-клуб Америки Коламбус Ньюпорт Мьюзик Холл на 1700 мест и отыграть там концерт, чуваки уже со второго альбома собрали 1700 человек это ебануться просто я не знаю может там честно говоря в этой истории содержится какая-нибудь там подноготная что они как-то вирусной рекламой там знаешь на порно сайтах вот включались 21 Pilots или типа того но блять 1700 человек для второго релиза при том что на первом у вас группа развалилась почти полностью это пиздец какой результат то есть по хорошему со второго альбома можно уже говорить про 21 Pilots как про успешную группу потому что ими после этого заинтересовались лейблами но опять же прикинь ты приходишь блять на лейбл чуваки собрали больше полутора тысяч человек в зале при этом это два просто каких-то чела которые никуда не подписаны я очень много раз думал о пилотах в таком контексте типа ебать а чуваки же долго шли к успеху или нет или они сразу были успешными и вот как бы с одной стороны ну группе сколько там 13 лет да что-то около этого плюс ну до этого парни играли то есть ну их пусть там лет 17 дай бог может 20 но при этом мне кажется у них успех довольно быстрый потому что там ну даже 4 года 2009 2009 первый альбом 2011 1700 человек в зале их подписывает крупный лейбл да по российским меркам это это просто пиздец потому что я когда замерял и пытался вообще-то сопоставить я понял что плюс-минус в среднем группа добивается своего пика через 10 лет когда начинаются деньги девчонки и все дела а у ребят все произошло за 23 года поэтому йоу они успешны были довольно быстро при этом альбом Риджинал это бест его прямо сейчас нет например на спотике и на Яндекс.Музыке и из этого альбома не сказать что так уж много хитов особенно относительно всех остальных поэтому честно говоря больше про него сказать нечего это вот был такой именно ну именно в плане биографии какой-то странный шажок потому что ну нет как будто объективных причин почему то же самое не произошло на первом альбоме но оно произошло на втором и поэтому мы сразу же переходим к альбому 13 года Весселс с которого начинаются уже просто какие-то пизданутые цифры 21 pilots которые нас будут сопровождать и дальше что ты конкретно можешь сказать про Весселс что он есть у меня на виниле и что на обложке их дедушки а ты хорош спасибо на обложке действительно крутая идея и уже не спиздишь потому что все знают эту пластинку но собственно там настоящие деды Джоша и Тимофея я его привык теперь так называть пусть и так и будет так ладно будет Тимофей настоящие деды Джоша и Тимофея и фишка реально охуительная собственно ну перед этим они выпустили и фишку это не важно как только оно выходит оно оказывается сразу во всех чартах там вот сейчас на экране у нас огромный перечень и этот перечень дальше будет только увеличиваться то в какие билборды они попали более того после обретения собственно популярности этих релизов у них дальше и предыдущие в том числе первый одноименный тоже начали оказываться в билборде и прямо сейчас там если гуглить то в том числе первый альбом 21 Pilots который развалил группу из-за того что денег не было он на 100 там с чем-то месте короче входит в билборд 200 да ну вот я посмотрел какие там треки да это бля это половина хитов просто гребаных хитов которые просто рвут до сих пор основные хиты группы ну бля понятно почему и сколько клипов там на 3s от the sleep аааа guns for hands ну то есть это тогда они уже у них же самый популярный клип когда они прям реально стрельнули это же был Stress Out вот вот но до этого мне кажется у них были уже популярные клипы которые там что-то набирали и очень сильно поддерживали их на плаву как группу поэтому бля Wessel просто он супер закрепил их стиль мне кажется вот то что они сформулировали там оно уже прям отточено да что еще скажешь ааа одновременно вот два комментария к этому альбому которые мне кажется оба абсолютно правдивы и я с двумя с ними согласен но они противоположные первый Димартино из журнала из журнала блять Димартино из журнала Rolling Stones отозвался об альбоме негативно заявив что альбом вобрал в себя худшие элементы из рэп-рока прошлого десятилетия и творчества групп вроде Linkin Park и Blink 182 согласен Джейсон Петтигрю редактор Alternative Press опубликовал позитивный обзор в котором похвалил мультижанровое влияние альбома дебют на мейджор лейбле от 21 Pilots основывается на таких жанрах как электропоп хип-хоп и поп-музыка и это только первая песня и то и другое абсолютно правдиво и по поводу сформулированного стиля по-моему ну это опять же это очевидно предыдущих но упоминаем это на Весселс что огромное количество песен 21 Pilots они могут отличаться жанрово но по настроению это как в истерике стадия которая после принятия то есть вот когда ты идешь от я полное говно и доходишь до так я заебатый и вот это вот какой-то душевный подъем это честно говоря то что содержится почти во всех песнях 21 Pilots ну по крайней мере вот из их самых популярных релизов они все такие встань страх преодолей как у Арии да я понимаю но мне кажется большинство трека пишутся вообще как бы в состоянии возможно до этого и в процессе докручиваются просто вот я по себе знаю что у меня видосы плюс-минус в таком же жанре когда ты пишешь в пиздеце и постепенно концовка всегда позитивная и ну зная немножечко лор и тексты групп там трек который называется мигрень ну типа йоу явно это писалось под влиянием мигрени просто это выводится в позитив именно из-за самого чувака и какого-то ну позитива ты же не будешь писать песню мне плохо и здесь заканчивать то есть вот именно это музло оно же в основном для преодоления своих жизненных ситуаций и как помощь сама себе это чувствуется очень сильно просто в процессе написания мне кажется это докручивается до финальной мысли оно проживается и возможно треки эти начинались писаться когда прям очень плохо и полировались когда уже типа вот эта стадия когда да я заебись я принимаю мигрень и всю эту штуковину мне кажется в этом тут просто мне кажется еще влияет момент что с их как раз вот этим вот поп отношением к музлу ну опять же это я все говорю не в отрицательном контексте а именно в понимании того что они хотят написать именно слушабельный массово приятный трек потому что у них самих такой вкус для них подходит эта стадия истерики потому что условно Кобейн у которого вообще не было таких целей у него там была песня I hate myself and I want to die и у него нету совершенно там никакой позитивной концовки возможно он писал его в том же мрачном состоянии а сводил уже в другом состоянии но однако это осталось так это же вопрос именно человека как он с этим справляется и к чему он приходит вот видимо Тайлер он такой что он каждую проблему потом постепенно решает и хочет это зафиналить приятное и в итоге это получается у нас части личности исполнителя они вот как бы между собой рифмуются и таким образом саунд и посыл оказывается работают на одно и то же сто процентов это я вижу когда ты мягкий чувак очень рефлексирующий и который может справиться с проблемой и тогда такое получается ну то о чем мы говорим что из-за этого ты чувствуешь позитив если бы человек не мог сам себе помочь то это было бы как песня Кобейна и закончилось бы дробовиком поэтому лучше будьте пилотами чем Кобейном но мой плейлист с этим не согласен а мой согласен сори Курт и я правильно понимаю что на этом моменте у нас особо нету никакого желания сшивать это и сшивать это в какой-то лор и разноображивать большими метафорами которые вот там линию пускают какого-то сюжета каких-то отсылок к самим себе и всего такого на момент Веселс этого еще нету ты имеешь ввиду именно концепцию альбома да ну там же не только концепция альбома там еще какие-то ну дальше просто вот мы будем говорить про Блюри Фейс Трэнч и вот всю да-да-да вот дальше там этого дохера появится и как будто это ну короче на Веселс этого еще нету совсем ну ты понимаешь почему мне кажется это происходит от того что ну когда уже Блюри Фейс когда у тебя уже такая аудитория и ты я думаю ты как создатель контента все равно всегда думаешь о том что ты создаешь некоторую экосистему так или иначе даже видосы мерч стримы и еще что-то это все равно ну твой монамиф это твоя вселенная и чуваки уже там к четвертому альбому они прям заматерели они поняли что их много кто слышит создание вселенной более ощутимой и как ты знаешь что люди ее услышат и начнут и захотят в ней разбираться потому что ну камон давай честный ты можешь создать самую глубокую вселенную но если у нее нет типа людей которые в нее готовы погружаться ну она не будет жить а здесь вот как будто бы настало время и всех своих внутренних демонов назвать какими-то именами причудливыми формами и придумать для этого всего лор в который люди поверят и будут ассоциировать с собой это произошло на Блюри Фейс тогда вот здесь делаем запоздалое объявление мы переходим к альбому Блюри Фейс в Блюри Фейс они как раз пошли от обратного от того ну вот то что ты сказал что у них сначала на вот этих песнях про победи свои проблемы братан мы все подростки все не знаем куда нам идти и вот ты сможешь встать преодолеть страх сдать все экзамены детка набралась у них вот за счет этого прям плотная фанатская база которой можно было продавать уже более вдрочные штуки потому что честно говоря это по-моему довольно специфический вид дрочильни даже уже сам Блюри Фейс потому что Блюри Фейс это не просто его альтер-эго это олицетворение его неуверенности в себе и вот меня именно здесь удивляет что ну знаешь меня не удивляет когда там в Слейре на третьем альбоме появился новый адский сатана потому что ну это какая-то такая типа ну вот как нейросеть ты можешь она тебе может нарисовать миллион вариантов ада и вот варианты ада рисовать можно бесконечно потому что тебе подвластна куча там и художественной литературы и поп-культуры и всего остального в случае когда тебе нужно развивать наивную подростковую духоподъемную историю не уйти здесь в фазу какого-то совсем наивного кринжа из рекламы прокладок очень трудно и вот как раз Блари Фейс по-моему это очень интересная прогулка по краю вот этой вот линии потому что честно говоря была же фишка что он выступал с черной шеей и черными руками потому что мол вот это Блари Фейс его неуверенность его вот этот внутренний критик он мешает ему говорить и выражаться там в виде голоса и соответственно мешает ему творить и в его случае играть руками и это даже не смотрится как какой-то сумасшедший колхоз да и это потрясающе да слушай мне кажется изрисоваться черной краской и придумать этому мифологию это довольно уверенный шаг и сказать что это моя неуверенность ну в том плане что это довольно продуманный ход и удачный да мне не кажется даже что это из неуверенности идет в том плане что мне не хочется говорить что это это специально так сделанный ход вообще супер продуманский но как будто бы он понимал, что делал. Здесь важно заметить, что я не хотел, чтобы из моего предыдущего спича сделали вывод, что это так же, как у Кис-Кис. Вот есть ощущение какой-то подростковой методички, по которой я не делаю. Здесь как раз-таки именно видно, что условно первые два релиза — это они ищут стайл, третий релиз — это кристаллизация стайла, и четвертый релиз — это нужно делать следующий шаг. И в качестве следующего шага он просто начинает придумывать более сложные метафоры для своей подростковости. Как раз удивительно, что это получилось, потому что, ну, опять же, я привык в этом роде видеть что-то гораздо более наивное и галимое. То есть это уже все так же просто в поп-смысле, но при этом все еще клево. Ну и, собственно, здесь начинается популярность ебать. Я видел лайф с Блэри Фейсом пластинку за 40 тысяч рублей. Ну, в том плане, вот, уровень популярности, мне кажется, этого альбома. Спустя три года после выпуска релиза трек «Хомтаун» получил золотую сертификацию. И это был последний трек, который до этого не получал. То есть он, когда вышел, там почти сразу все треки получили золотой статус. Я, для тех, кто не понимает, о чем речь, исполнители обычно очень гордятся золотым статусом даже одной песни. Здесь у альбома почти все треки сразу золотые. И спустя три года абсолютно все становятся золотыми. То есть сто процентов альбома идеально продается. И это именно какие-то олимпийские заслуги совершенно «21 Pilots». При том, что, опять же, можешь ли ты сказать что-то прям очень конкретное про разницу в звуке вот уже к альбому «Блэри Фэйс». Блин, но мне кажется, он уже безумно вылизанный. Даже в том плане, как «Stress Out» зашел. Чувак, там миллиард просмотров, ты гонишь. Миллиард! Миллиард с чем-то. «Heavy Duty Soul», как сняты клипы. Наверное, это вот тот момент, когда у них клипы становятся просто офигенно с классным продакшеном. Вот эта машина их горящая появляется, да, которая везде, этот гигантский велосипед. То есть очень простые вещи. Семья, красная шапка, сам «Блэри Фэйс», микрофон сверху. То есть ты даже по одному клипу начинаешь вспоминать, есть вот эти крючки, хуки, зацепки, которые вот как теги, да, в тебе сразу возникают. И они вот этим нашпиговали очень круто. Мне кажется, кто-то им помог именно в визуальной части, потому что как выглядит сам альбом, все вот эти вот, ну, опять же, у меня он есть на виниле, даже как он сделан, вот ты когда винил берешь, там ты вынимаешь, там есть красная штука, красный пластик для этого красного кружочка, там отдельно такой лист с каждым кругом прорисованный. То есть в том плане, что это штука, над которой долго работали, и мне кажется, они не сами делали, и что они вот примерно оттуда начали нанимать иллюстраторов, потому что даже последний альбом, как он называется, там, где «Shye Away»… Ice, Scaled and Ice. Вот. То есть ты понимаешь, что это стиль визуальный, который они теперь меняют на каждом, как Моргенштерн, на каждом альбоме, и это именно с Bloody Face пошло, потому что на Vessel, ну, это типа… Нет, ладно, хорошо, у них там уже была, типа, красная-синяя полоска, балаклавы, наверное, первое заигрывание. И вот на Bloody Face вот это всё сошлось наконец-то. Визуал, дрочка именно с визуальным стилем, я не про клипы, именно вот то, что выкристаллизовалось в плане музыкального стиля, здесь оно просто уже прям бомбит, оно всё вот здесь вот уже стало на свои места и заработало просто как единый механизм, и всё ещё это было органично, что это из самого чувака шло. Это как четвёртый сезон Stranger Things, извините за аналогию, когда он безумно отличается от первого сезона, но в хорошую сторону, что он становится взрослее, то есть если бы у ребят был опыт и ресурсы, первый альбом уже мог бы быть таким. Понимаешь, что они типа росли… Как будто только рекламные у них ресурсы, им не хватало вот на первом альбоме, чтобы это… То есть технические хиты-то они написали. Да, но опять же, то, как это сведено, то есть оно, знаешь, оно уже такое, прям звук, ну прям… Ну, то есть хочешь сказать, ты прям слышишь супер разницу, да? Мне кажется, да. Да, да. Окей, я просто прослушиваю, я слышал разницу, как будто только в матёрости. Я понимаю. Вот видно, что чувак побольше поработал, и это похитовий, но при этом не пропасть. Что интересно хочется заметить, что Twenty One Pilots по музону идеально подходили для того, чтобы их выдумать визуально, сделать из них других гориллаз, потому что они очень разнообразные по саунду, очень дохера там актёрства разного, и очень много такой, ну знаешь, кинематографичного развития песен. Они после этого, это очень ярко становится видно, например, в Jump Suit. То есть… Я вообще не понимаю, почему их так мало использую в трейлерах, потому что я помню момент, когда Imagine Dragons были в каждом трейлере, который выходил там в июле какого-то года, и почему с пилотами такого не произошло. Вот то, о чём ты говоришь, во мне очень отзывается, что это очень киношно и визуализировано уже. Может, они просто не с теми людьми там познакомились, но я это к тому, что вот этот вот весь визуальный стиль, о котором ты говоришь, удивительный прецедент, что он нанизывается вообще не на артистов в нормальном поп-понимании, потому что это всё ещё, даже вот когда они уже, даже там вот в 22-м году они уже постаревшие, ну, относительно себя там суперподростковых, это всё ещё два чела. То есть это вот тоже удивительная хрень, что создаётся большой лор вокруг просто двух чуваков. Они совершенно ничего не сделали для того, чтобы стать большими именно медийными персонажами. Вот, то есть понятно, что у них есть там фандом, который делает про них там миллионы мемов и всё такое, но ни один из них даже не Кизару, понимаешь? То есть вот если бы я был там художником и мне нужно было там отрисовать какую-нибудь мультипликацию для Кизару или что-то такое, это было бы гораздо легче, чем для пилотов, потому что он как персонаж содержит в себе уже столько зацепок и каких-то потенциальных референсов, от которых потом можно отталкиваться. А здесь, в принципе, чудесная вещь, что на момент Блари Фейса у них нарисовался какой-то дизайн, и действительно он масштабный. Но это же объясняет, почему стилистика их релизов абсолютно соответствует стилистике времени. Я просто вот смотрел все клипы подряд и смотрел там все обложки и визуалы подряд, и у них есть дизинг времён Блари Фейса, и если вспомнишь, что там выходило в то время, какие были рекламы тогда, какие были в моде видео, всё было ровно там, потому что они просто чуваки, и у них нет своего никакого конкретно тонкого, да? Ну, в смысле своего совсем оригинального. Я понимаю, что даже если брать Айси последний, то сейчас же из-за Стрэнджера в том числе модно 80-е, и как бы вся стилистика и по звуку... Это как будто спешлти кофейня, вот последний релиз. Вот, и даже то, что они выпустили совместку со Стрэнджером Синкс, лайф последний, не видел? Вот это давай оставим на эту. Да, нет, я к тому, что они прям... Я понял твою мысль, я с ней полностью согласен, что они копируют время, и, ну вот, к квинтэссенсу того, что вот сейчас популярно... Я, кстати, за собой такую штуку замечал, в том плане, что я, может быть, херов тренды для того, чтобы их делать на массовую аудиторию, но я понимаю, что я большинство вещей визуальных и дизайнерских считываю там за полгода до того, как они становятся популярными. Я, допустим, начал делать этот шрифт в какой-то момент, который сейчас вообще настолько меня заколебал. Это печатно, знаешь? Я вот начал его уязать, такой, блин, вот я такую классную штучку нашел. И потом ты каждый день видишь, как он здесь появился, здесь, 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 здесь. И это, на самом деле, не так сложно, если ты каждый день визуале, если ты каждый день на Ютубе и тому подобное, смотришь обложки, клипы и тому подобное. Это просто вещь, которая вот витает в воздухе. И мне кажется, они этим и занимаются, что большая насмотренность и компиляция того, что вокруг, и вот суметь так переработать, чтобы подать ее огромному количеству людей. И вот, наверное, в дизигне у них там все это срослось. Если тебе станет от этого легче, я на журфаке, когда получается, пять или больше лет назад, нам категорически запрещали использовать этот шрифт, когда он еще не был нигде, это просто было табу. Ну, потому что журналистов-то еще тянет, как печатная машинка. Вот, но я этот вопрос задавал, ну, в смысле, я вот сформулирую этот вопрос, что в дизайне это обусловлено тем, что чуваки не хотят отказываться от своих личностей. Я думаю, им поступало приложение, типа, не хотите стать глюкозой, или не хотят, ну, условно. И они от них отказывались, потому что мы, мол, подсами... Типа стать персонажами? Да, да, потому что давно можно было изобрести какие-то свои фишки, и тогда не было бы таким очевидным подстраиванием каждый раз под новый стиль, потому что... Ну, то есть в этом и нет ничего прям плохого такого, но, например, обложка Тренч не выглядит как особо обложка. Она... Это я в дизайнерскую дрочь ушел, но она именно как раз из-за конвейерности этого дизайна, она смотрится как один из миллиона дизайнов тогда. Да, но она как будто бы чуть ли не лучшая их обложка, в том плане, что... Как она запоминается? Что вот... Ну, наверное, просто сам альбом настолько пиздатый... Ну, это же лучший их альбом, давай будем честными. Экзакте, экзакте. И насколько это просто с визуалом клипов... Короче, опять же, экосистема, которая создана, дает этой обложке второй шанс, и, возможно, даже ее стоковость в хорошем смысле работает. Я хотел не столько обсирать обложки, сколько спросить тебя, что если есть это следование тренда в визуале, то есть ли оно такое же в музыке? Да, конечно. То есть, хочешь сказать, они прям четко каждый раз переключаются на следующую трендовую волну, соответствующую трехлетке, потому что, как правило, у них там раз в три года что-то выходит. Ну, я бы, наверное, не так сказал, в том плане, что у чуваков настолько крепкий стиль, который идет от себя, в том плане, что... О чем мы говорим, да? То, что они не опираются на персонажей, хотя могли бы, о том, что это идет из личностей, условно, Тайлера и Джоша. Есть свой крепкий стиль, на который нанизывается что-то, что звучит сейчас недалеко. Вот, я, наверное, при этом. И визуал это саунд. Визуальный, но при этом не настолько, как все остальное. То есть, нет полного следования конъюнкции. Да, это типа свой саунд, в который добавляются там какие-то вещи, которые сейчас могут зайти и где-то вот рядом играют. Да, мне кажется так. Последнюю вещь, которую хочется сказать про эпоху Блори Фейс, что здесь становится абсолютно понятно, что еще один принцип есть у пилотов, который не совсем равняет их с остальной попсой, что они, во-первых, не персонажи, а во-вторых, отдают лайвам очень серьезную долю внимания и выступают настолько охуенно, что Роулинг Стоун, который проводил Saturday Night Live, назвал их выступление в шестнадцатом году лучшее, именно самым качественным на данный момент. И это дохера важно, опять же, для поп-группы. То есть, ну, вот сейчас поп-артисты, они во многом выступают пиздата именно в смысле шоу. Смотрите выступление какой-нибудь большой поп-звезды, и там скорее шоу в первую очередь. Там нет речи про именно выдавание прям вот музыки в точности. Но дети, по-моему, одной эпохи Imagine Dragons и 21 Pilots делают потрясающие лайвы. Вот тоже, Imagine Dragons у меня нету в плейлисте вообще, но как выступают Imagine Dragons, это ебануться. Я был на их первом концерте в России, кстати. И как оно? Я офигел от того, что там были исключительно девчонки, я такого никогда не видел. Как же так вышло? Ну вот как-то так. Вот когда у них буквально первый альбом вышел, и буквально они сразу же приехали. Все, что я помню, то, что чувак бил в барабан сам. И это было в клубе Аврора, не таком большом. Короче, мне не показалось, что это было крутое выступление. Ну я только лайвы видел, и из тех лайвов, что я видел на видео, это супер. Нет, мне кажется, что они, наверное, доросли, потому что, опять же, на тот момент было... Только Димонс был какой-то, радиоактив. Ну и, честно говоря, я вряд ли думаю, что они особенно выкладывались на лайве в России, в плане явно не больше обычного. Короче, да, мне кажется, что сейчас, наверное, возможно, хотя Драконами вообще не фанател после этого. Хотя, давай признаем, они молодцы. И последнее, что стоит упомянуть в Бларе Фейсе... Ты так уже говорил. Да, да, сори, это Грэмми в трусах. Это крутая история. Супер знаменитый момент, что они смотрели Грэмми и говорили, если мы его выиграем, то выйдем в трусах и вышли в трусах. Нет, они спустили штаны. Они вышли и такие, типа, мы получили Грэмми и спустили штаны, и все такие... Вот так было. Ну я видео смотрел, они спустили их в зале, и технически они шли в трусах. Нет, по-моему, они спустили прямо на сцене и такие, типа, вот... Давай проверим, давай, блядь, давай. Чё, каково тебе быть не самым душным в комнате? Это очень приятно, очень приятно. Дышу полной грудью. Спустили в зале, идут на сцену. Пожалуйста, пожму вашу руку. Супер, супер, кайф. Ура, я прав. Стоило ли это того? Нет. Переходим к альбому Тренч. У нас приходит следующая фаза, что нужно в этом же саунде чё-то ещё выдумывать. И если в прошлый раз он навернул просто метафору в виде этого вот мыльного лица, которая проходила через альбом просто как общая метафора, то к альбому Тренч создали лор. Прям лор, лорище, при этом с загадками в духе, но абсолютно оксимироновском. То есть когда это уже доходит до каких-то анекдотичных стадий, что они дропают сингл. А, нет, что сначала вообще он... Блядь, у меня это где-то сейчас... У меня это было записано или нет? Так, ладно, пухуй, короче, что он... Они наворачивают концептуальности просто в духе оксимирона по её количеству и анекдотичности этой штуки, что сначала солист просто обронил в одном из интервью какую-то загадочную фразу, и фандом начал думать, что же это значит. После этого дропается ссылка на сайт, а на сайте ошибка, какие-то загадочные фразы и большими буквами написано то, что составляется в названии песни, которая... Блядь! Блейз, эй, собака. Ты заметил, что последние минуты происходит какая-то дичь? И потом уже в скрытой части сайта люди находят записки от некого Клэнси, в том числе находят карту этого самого города Дема, в котором разворачиваются события будущих клипов и альбома, и в этом городе Дема всем правят 9 епископов, которые на этой карте выглядят как обложка предыдущего альбома, потому что эти епископы — это и есть то же самое, что Бларри Фейс, потому что весь этот город Дема — это одна большая метафора, например, на то же самое, что было и до этого. Что на персиском значит город молчания. Башня молчания. И это тоже интересно посмотреть на то, как по сути, ну, ровно тот же поинт, и ровно тот же смысл, и ровно то же самое настроение побеждения, что я со всем справлюсь, оно теперь эволюционирует в вообще следующую ступеньку этого дрочева, потому что есть еще клипы с лором. Вот, слушай, я его перечитывал, разбирался в нем, знаешь, так, по работе, так сказать, ты, получается, присутствовал и был феном, когда это все дело выходило. Расскажи, какие были впечатления. Сидел, разгадывал, что значит «желтые лепестки». История того, как я вообще нашел пилотов. Я поехал в Турцию отдыхать, и на следующий день должен был быть концерт пилотов в Питере. Меня туда позвали, и я такой «Ай, блин, ну нет, ну как бы, ну и чё?» Уехал, и в Стамбуле включил тренч, и такой «Ёб твою мать!» И потом я оказался в Каппадоке, знаешь, такое место, где шары летают, где все похоже на пустыню. Говорят, Джордж Лукас вдохновлялся им, когда писал «Звездные войны». И я буквально километров 30 пешком шел по этой местности. Она такая, типа, очень магическая. И всю ночь на автобусе, пока я туда ехал, я слушал тренч, и когда шел там, и я дошел до спота, где видны эти шары, это уже был конец дня, их там было буквально 5 штук, и у меня играл хлорин. Чувак, я заплакал. Типа, меня настолько пронзил этот момент. И потом, это город Гереме, где дохерича хостелов, и каждый хостел называется с приставкой «Cave». Я жил конкретно в Coconut Cave хостел, то есть там вот буквально, потому что они все в горе выдолблены, и я снял себе комнатку, выдолбленную в горе, с Wi-Fi, с очень медленным, но с Wi-Fi. И вот когда я туда дошел, я понял, что пилоты One Love, и начал разбираться в лоре, и начал читать вот все то, что ты сейчас рассказал. И, скажем так, вся эта местность, безумно магическая, она была очень похожа на то, что я читал, на эту дему, я такой, вау, у меня еще было состояние похоже. И то, что я ходил и слушал, смотрел на суперкрасивую, необычную, внеземную местность, и я реально несколько раз плакал под треки, когда я слушал Трис, когда я слушал Хлорин, и что-то еще. И вот, я вернулся с путешествия, набил себе Хлорин, как напоминание об этом моменте. Самое важное. Я помню момент, в день, когда я уезжал, я шел, вышел на какой-то горе, внизу долина, и я понял, что мне в первый раз, с того момента, когда я оставил музыку и начал заниматься видосами, у меня мурашки по телу от музла. И я такой, вау, значит, музыка меня все еще трогает, я вернусь домой и продолжу музыкальный проект. И когда я вернулся, я начал писать музло для всех своих видосов на ютубе, и набил себе Хлорин, потому что это был тот трек, который, ну, условно, меня к этому подтолкнул. Охуенная история. Да, поэтому для меня это важно, и я вот как раз-таки на тренче этот лор застал, то есть альбом уже вышел. Единственное, самое обидное, знаешь, что ты понимаешь, что концерт был там три дня назад, ты эту группу сейчас полюбил, и вот сейчас сам пик творчества, и сейчас бы оказаться на концерте, и я себя за это очень долго корил. Но я купил себе билет на следующий концерт, который уже два года переносился, и, видимо, никогда не состоится, пора возвращать типа за него деньги. Вот такая вот у меня история. Не, ну мужики молодые еще поиграют на концерт, а сходишь. Ну да. Но история охуительная. Спасибо. С тем, что не попал этот концерт, даже лучшая история. Ну, наверное, да. Вот, и я к тому, что у меня прям как будто перед глазами, я как будто в этой деме оказался, и по настроению, и то, что я был один в этом путешествии, и все так сошлось, что, знаешь, у меня этот лор как будто вокруг меня был, и то, что я в этой пещере на очень плохом Wi-Fi, то есть я пока буквально статья загружалась, я ждал, чтобы типа посмотреть, о чем там все это написано. Я как будто копался в каких-то штуках. Это было круто. Сейчас мне вообще кажется, это притянуто за уши. Какая нахуй дема? Ну, в том плане, что, возможно, это даже лор для лора. Понимаешь, о чем я? Именно. Именно. Вот у этого есть, знаешь, в том-то и дело, язык не поворачивается назвать это каким-то прям абсурдным кринжом, что говна прям навернули, потому что, честно говоря, блин, кто и Найнерс? Что-то, кто-то и Найнерс. Ника и Найнерс. И Ника это вроде как альтер-эго Блэри Фейс. И это именно в песнях звучит охеренно. Да. То есть именно когда я параллельно это слушал и смотрел, и опять же они там визуализировали тот же Джамп Сут, блядь, это вот песня, она и так была написана для вот этой киношной визуализации, чтобы у тебя наступал самый плохой момент, и после этого он как-то красиво разрешался. И сама по себе она такая эпичная. То есть вот оно, именно как оно попало, да все заебись, пожаловаться вообще не на что. Но при этом лор откровенно довольно простой. То есть он именно, он не был создан сверх задротом, который хотел на это нахерачить так много подсмыслов, что нужно действительно умереть, чтобы их прочитать. Слушай, ну, во-первых, они же туда вставили пустое множество. И это имеет смысл, потому что, собственно, у них перечеркнутые ООО с самого начала. Сам Ника, мне кажется, это Никола Тесла, судя там по этому сообществу, которое это пустое множество придумало. Понимаешь, в чем я? Да, я понимаю о чем-то, я не уверен, что ты прав, но возможно это так, возможно это другой мужик из того же сообщества. Да, но мне так кажется, и что у меня просто такое в жизни было, когда ты придумываешь какой-то лор для чего-то, это не так, что сложно, особенно задним числом. Ты находишь какие-то факты, такой ООО сходятся, и вот мне кажется, что было примерно вот так вот, что ты копаешься, 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 и такой ООО класс, слепили, ну то есть это классная теория, но мне кажется, что сама история, лор, но что фан-база все это докрутило до какой-то, ну потому что это очень просто, но грамотно срежиссированные и снятые клипы все это визуализируют, без клипов это бы не работало. Из того, что это есть в треках, из того, что это клипы, из-за того, что это лор, который сшивается еще, ну то есть пустое множество, по факту это ни хера не значит, ни для тебя, ни для меня, ну как для обыкновенного слушателя, но ты знаешь, что какие-то мужики его придумали, и это сходится с тем, что они это уже использовали на своем логотипе, они не думали об этом сразу, я просто сто пудов, я гарантирую. Сто пудов, конечно, конечно. Вот, но и синдром поиска глубинного смысла, люди постоянно ищут его там, где его нет, и на этом очень классно играть, опять же, занимаясь монтажом и сценариями, я знаю, какое количество вещей и решений рождается в процессе того, как ты монтируешь, вещи, которые ты даже не задумывал изначально, и это удивительно, что смыслы часто рождаются просто на месте вакантном, и мне кажется, тут все сошлось именно вот так. То есть ты хочешь сказать, что в общем лор сыграл исключительно в плюс, и фанбазе было кайфово в этом покопаться, и они, ну то есть это реально именно во всех смыслах пошло группе в плюс, да? В таком случае мы фиксируем самый, возможно, знаешь, первый и единственный, хотя я уверен, там было много других прецедентов, но именно чтобы одновременно так глубоко, но при этом так просто, и сохраняя при этом вот всю... Не лежи, Писю! Тебя снимают! Так просто, и при этом сохраняя как бы необходимость задать загадку, то есть знаешь, он именно достаточно простой, чтобы понять, но при этом достаточно сложный, чтобы появилось ощущение, ооо, я разгадал там что-то, но так-то все фишки, которые там есть, они именно, ну знаешь, прям как будто это делали какие-нибудь профессиональные создатели квестов, или типа того, потому что вот эта вот тема с тем, что желтый цвет, его не видят епископы, и поэтому у него вот этот вот джамп-сут, он, это желтые наклейки, и потом у них все с желтыми полосками, это именно вещь, которая прям супер привлекает, честно говоря, это светофоры, сделаны по такому принципу, потому что там красный видно супер издалека, желтый почти из такого же далека, из зеленой еще меньше, вот, желтый один из самых видимых, и там он после этого, в других клипах будет желтый скотч юзать, и вот эта вот простая связка, что желтый, это какой-то цвет победы над вот этими своими самыми внутренними демонами, сомнениями и всем таким, это супер доступно. Да, во-первых, желтый цвет, в который покрашены скулбасы, у него же там есть там, он какой-то фиксированный, да, и он в Штатах на самых там популярных вообще, проблесковых маячках, ну, во всем мире, потому что он самый заметный. Да, плюс именно по теории цвета и киношный цвет, он означает домашний уют, возвращение домой, спокойное место, поэтому в сериале «Тьма» используется желтая куртка, поэтому во втором сезоне «Странных дел» всегда, когда чуваки возвращаются в безопасную зону, там желтая, там есть момент, когда они спускаются в подземелье, там тоже желтый цвет, но, там есть, короче, свой лор, но в кинематографе желтый цвет и по теории цвета он также что-то значит, и они эту штуку сознательно использовали. А перевернутый мир как раз синий. Не-не, там есть момент, когда они спускаются на базу и там подсвечиваются колбы желтым, но там... Но это не то. Все то. Короче, во втором сезоне «Странжер Синкс», когда они попадают в безопасную обстановку, там всегда желтый цвет. Про Трэнч. Вообще, меня удивляет, что мы в этом подкасте минимально говорим именно про звук, потому что, ну, честно говоря, сказать мало что можно. То есть, вот, ну, в смысле именно, знаешь, подчеркнуть изменения, как они супер пиздец, как изменились, я синонимичные абсолютно вещи говорю, но, ну, вот, допустим, про Трэнч. То есть, добавилось некоторое количество тяжести и какой-то именно, знаешь, такого напора треком, это вот то, что я могу различить. Но, честно говоря, по-моему, это вот то же самое перепрочтение тех же самых фишек, той же самой стадии истерики, когда ты из нее вышел и ты теперь суперкрутой. Они безумно талантливо это делают. Они безумно талантливо перебирают жанры. Но вот ты какой аспект не возьми, возьмешь софт-читочку, да, она подросла, там стали более изобретательные какие-то вещи и чувствуется, что он иначе это чувствует и это уже не поворачивается язык назвать всем худшим из Линкенг Парка и Блинк Ван Эйди Ту. Действительно. То же самое касается аранжировок. Но при этом, опять же, вот можешь ли ты сказать, что там было какое-то изменение, которое прям супер заметно в Трэнче? Слушай, да, наверное, вырос визуал, вырос лор, ну, он появился, а именно по звуку, да, опять же, почему-то тренч даже у меня в голове возникает как пиздец рок-альбом, но если вспоминать по треково, там, блядь, там этих моментов раз-два и общелся. Ну, типа, что Джамсует, когда он ебашил, и все это ебашило из-за охеренного перегруженного баса и ударки. Это уже было на Блюрифейсе, сто процентов, и, возможно, там даже, возможно, там даже этого больше, но тренч так ощущается, как будто прям истерика, в хорошем смысле. Но кардинально он не стал тяжелее. Мне кажется, это, знаешь, это психологически воспринимается из-за этого темного лора. Ну, и, честно говоря, и тематики. То есть он, он скорее, знаешь... Это и есть темный лор, я это имею в виду. Даже вне лора. То есть просто даже если на песни отдельно посмотреть, это какой-то самый такой, ну, вот напористый. Вот у меня именно другого слова, как напористый, не находится. Это самые энергичные, мне кажется, блядь, нет, хочется найти еще какой-нибудь синоним, самые давящие, самые в каком-то смысле агрессивные песни от One One Pilots из тех, что были. Но, по сути, это, знаешь, то, что ждут от каждой группы. То есть тот же саунд, но при этом в какой-то степени прокачанный. Как вот новые айфоны выходящие, они чем-то лучше, но не прям вау, какая разница. Ну, если брать во внимание, когда вот тренч вышел, если мы говорим в этом контексте, да. Если мы говорим с оглядкой на Айси, который уже... Вот как раз, вот как раз, вот как раз. Вот так вот. Вот Айси, это единственный раз, когда это прям... Собака, не прыгай. Нет, Блэйс, нельзя. Там высоко. Суициду нет. Альбом, на котором единственный раз... Мы тренч нормально не обсудили. Да, все, давай тогда, что про тренч еще хочешь сказать? Во-первых, там клипы концептуальные связаны в первый раз настолько сильно. Мне очень нравится инфа, что они в Киеве снимались, ты в курсе? Нет. Они в Киеве снимались. И есть даже разбор на Ютубе, где девчонка, там супер тупо снят, ну, с тем, понимаешь, там просто девочка с телефоном ходит, и там типа университет Тараса Шевченко, и там видно даже окно, где Грифон сидел. Это в Киеве снималось. Точно так же, как и Бринги в Киеве там кучу своих клипов снимали. Нихуя себе. Да, и это прикольно. И то, что там по факту советская архитектура, там где вот идут все эти чуваки, Ника со всеми апостолами, забыл, как их называют. Епископы. Епископы. Это стоит сделать сейчас для зрителей пояснение, что в Киеве просто до последнего момента было гораздо дешевле и удобней снимать относительно всей остальной даже Европы. То есть специалистов дохуя работать с техникой умеют, картинку выдавать умеют на западном уровне, но при этом дешевле в миллиард раз, плюс можно на другой континент поехать. ну из того, что даже вот сейчас я могу вспомнить, Coldplay, по-моему, первыми были, и это из-за крутости слэш дешевизны рабочей 3D-шной силы, они там сняли клип, там где у них мир такой, коллажный, и там бабочка такая взлетает, там, помнишь, да, о каком клипе я говорю? Нет? Ладно. Где люди прыгают, и они прыгают в чашку, очень крутой клип, они, реклама Дизеля, этих джинсов, Паула Нутини, Оливер 3, Bring Me the Horizon, пилоты, дохерища чуваков, которые туда ехали, потому что там очень крутые специалисты, даже тот же этот Чернобыль, когда снимали, это делали радиоактивы, чуваки, которые полностью местные продакшен, которые помогали HBO, офигеть, то есть они очень крутую работу сделали. Касательно Coldplay, они были просто предустановлены музыкой вроде, то ли в VindexP, еще в VindexP, и я их еще ребенком вот тогда увидел, это было первое мое знакомство с Coldplay, и я поэтому с того момента думал, что Coldplay это что-то типа музыки из Sims, или, знаешь, музыки для супермаркетов, что-то такое, но слышал мысль, что Twenty One Pilots сделали примерно то же самое для нынешнего поколения, что сделали для предыдущего поколения Coldplay, задали условный, вот знаешь, метр отправную точку для всего поп-саунда, который вообще есть, потому что вот типа то, что делали Twenty One Pilots, это некий эталон. Типа из-за них появились космонавтов, нет? Да, я об этом. Нет, на самом деле, вот ты можешь согласиться с мыслью, что Twenty One Pilots вот со всеми альбомами, кроме последнего, ну и в частности с Трэнчем, задавали планку и задали ее для всего саунда вот условно этой уже уходящей. Слушай, да, но, кстати, если говорить про SNG музыку, сейчас будет супер неочевидно, но мне кажется, что пилоты задали звук ровно на таком же уровне, как Max Korsch. Ты, может быть, меня не поймешь сразу же, сходу, но именно по влиянию чуваков, которых я вижу на формирование читки, даже те же космонавтов нет. Они постоянно и пилотов юзают, и коржа того же, и даже в треках про это поют. И это удивительно, насколько два настолько разных исполнителя сливаются, и, ну, я слышу прям в треках, когда чуваки юзают что-то и от коржа, и от пилотов одновременно. Мой рэп был смесью пилотов и коржа, мне бы своего персонажа. Прикинь? Ну, то есть, я правда такой... Другие примеры есть? Крови космонавтов нет. Слушай, «Три дня дождя», например, мне кажется, именно по такому софт-рокт-синт-вайбу, бля, да дохерища, просто сейчас мы откроем. Ну, слушай, давай более острый вопрос поставлю. Это пилоты продукт поп-музыки и поп-культуры, или они дали все-таки какой-то вектор дальнейшему музону? Они дали вектор стопудово, но это как происходит? Ты, типа, они же там фанаты My Chemical Romance и тому подобное, ты вот это все в себя вбираешь, формулируешь, и дальше вот эта формулировка гораздо более близко и понятна людям, которые ее уже берут и начинают распространять дальше. Это вот так вот работает, и пилоты сформулировали такой офигенно понятный саунд, что вот эта вот читка под рок-музло, она, блядь, ну, в русском музле она прям из каждого сяга. читка под рок-музло это и лимбискет и Нет, вот такая мягкая читка с нежными текстами про рефлексию и симптоми. Просто как раз часть этого вопроса состоит в том, что хуй ты это повторишь, потому что, ну, пилотов не описывает то, что это читка под рок-музло, там рок-музло хуй вообще найдешь. Boy with Uki А мальчик с укулеле я недавно нашел абсолютно, это вот когда ты переслушал всех пилотов вдоль и поперек и тебе хочется еще и это охеренно, точно так же, но по-другому и таких исполнителей еще были у меня какие-то чуваки, которые просто ты такой, да, они даже клип скопировали, но это хочется слушать, потому что ты хочешь еще пилотов, а материала нет и таких групп, ну, я только штук 10 могу назвать, зарубежных, ну, то есть это чувствуется как влияние просто в максимально широком масштабе. И вот эти исполнители, они являются какой-то более упрощенной версией или сохраняют ту же сумасшедшую драчбу на 8 жанров в одной песне? Сохраняют, да? Дай бог здоровья, дай бог здоровья. Да, это удивительно, потому что они каким-то образом, ну, когда ты так сильно миксуешь, у тебя получается типа новый жанр, который даже не сформулирован, но ты его уже можешь повторить, потому что ты услышал. Это знаешь, как типа есть как невозможная вещь, как кто-то полетит в космос, но когда ты увидел, что кто-то полетел в космос, стать Илоном Маском гораздо проще. И вот пилоты примерно это сделали, замиксовали и рок, и рэп, и рефлексию, и все такие, а, это можно и на радио, и в отряде самоубийц, давайте тоже попробуем. Ну вот как раз это то, с чего мы начали, что в нашем современном мире, когда уже тебя они не забьют за штаны Оникс, в принципе все жанры существуют одновременно и переплетаются, и эта группа стала ультрапереплетением всего доступного для слушателя, при этом не имеющего в себе каких-то отталкивающих субкультурных вещей. То есть там были и вот эти вот харшевые моменты, которые ты описывал, но при этом мне, блядь, я не могу себе представить человека, который такой, знаете, я джамсут не слушал, слишком тяжело для меня, или там вот концовка, нет, ну мне просто страшно такое, слушай, что он орет вообще. то, как это сделано, настолько мягко и доступно и понятно, что даже типа бабушка будет слушать, и она этого харше не испугается. И даже если поставить бабушке фейнт, она, наверное, такая, ой, господи, ты боже мой, хотя по факту то же самое. В каком-то смысле. Ну, в смысле техника та же самая, но при этом линки как раз старались именно какое-то время быть прям злыми. Да, но это, это знаешь, вот очень странно, мы когда квиз делали, и ты включал Летова, мне кажется, что Летов типа мог повлиять в свое время на пилотов, потому что он, не, подожди, он под гитару играет, где-то даже лайтовые штуки такие типа, аккордовые, и вдруг вот эту вот херню, понимаешь, которая харшва. Но именно лоу-файность записи делает этот харш таким типа жестким, и в том же Heavy Dirty Soul, потому что, мне кажется, это самый такой пример, где вот так вот все скачет, с быстрой читки на мелодику, на харш и обратно, и там настолько скомпрессировано, засунута в микс, и все вместе, вот именно про сведение и про рост музла, оно настолько вот усажено, что она вообще не выделяется и не акцентирована на этом, она наоборот сделана так, чтобы сидела в пачке и не раздражала. Вот в чем их прикол. А у Летова, ты слышишь, такой, ёптво мать, ну это прям супер акцент. Ну конечно, сравнение пиздец твои Диван Пайлотс и Летов, но мысль я абсолютно понимаю и поддерживаю, то же самое относится просто к любому приему, который они используют. То есть... Они делают это супер понятным и не выпячивающим, не раздражающим. И мне кажется, это классная мысль для всех для нас. Но вот опять же, мне удивительно, что это прям так много людей, как ты говоришь, повторяют, потому что, честно говоря, ну вот знаешь, я пишу тексты про свои вот эти вот подростковые мысли и переживания в том числе, но там, блядь, начиная с третьего текста начинаешь думать, блядь, я говорю одно и то же. Здесь у чуваков пять альбомов, по сути, на одной и той же подростковой теме, но при этом, опять же, очень проработанный, он пишет ебейшие вот эти абстрактные рэп-полотна именно про это, и несмотря на то, что он иногда даже, ну, типа, свои повторения объясняет теперь отсылками, что у него там этот Блэри Фейс путешествует, ну и куча другого всего, это все равно интересная находка, и мне, честно говоря, и мне просто представить, что каждые новые пять лет будет появляться новая группа Кис-Кис, и новые чуваки будут переделывать вот этот, знаешь, топорный и кондовый подростковый саунд каждый раз, а что чуваки будут вот так же его продрачивать и прорабатывать, и именно вот нести. Да нет, тут суть в другом, суть в том, что это органично, это идет из типов, и я просто сам себе ловил, просто мне кажется, что именно тематика, допустим, моих видосов, моего творчества, она с пилотами очень созвучна в плане переживания каких-то вещей, и в какой-то момент я такой, так, кажется, я делал 20-е видео на одну и ту же тему, по одному и тому же графику, что типа у тебя вот все идет, потом у тебя проблема, потом возвращается, и такой, а, в песнях-пилотах то же самое, то есть вот ты сейчас говоришь, я такой, и потом ты понимаешь, что даже в этих рамках ты эволюционируешь, во-вторых, это органично, в-третьих, проблемы у тебя возникают, и ты с ними сражаешься абсолютно постоянно, просто на разном уровне, поэтому это тема, которую можно делать бесконечно, и в каком-то смысле даже не повторяться, да, извините, еще раз, корж про своих пацанов немножечко по-разному, ну, корж, это просто как раз, понимаешь, это как раз отрицательный пример в этом смысле, не-не, я, Тарантино, я про то, что, я хуею с твоих примеров, спасибо, ты берешь кровь, расчлененку, диалоги, просто хэштеги какие-то, которые, ну, как столпы твоего стиля, и ты их настолько сам повторяешь, что люди ассоциируют тебя с этим, даже, помнишь, фотку мы видели чувака эскиз, я забыл, как его зовут, вот, и ты смотришь на него даже без грима, и ты узнаешь только по волосам, что даже эти волосы становятся какой-то частью образа, или когда ты знаешь, там, брикенбет, то просто лысина, или силуэт шляпы, и усов тебе достаточно, чтобы понять, типа, I'm a danger, в том плане, что даже суперпростые вещи, они тиражируются, и когда ты их достаточно количество раз повторяешь, они становятся твоим стилем, и вот это, как раз-таки, уже стало настолько стилем, что они могут, ну, это не является самоповторением, это уже стилистика, которую можно повторять, и если они делают это органично, то это каждый раз будет новое, искреннее переживание на ту же тематику, то они не спишутся, и могут это делать бесконечно. Вот так. Ты готов на этом моменте перейти к последнему альбому? Конечно. Тогда мы переходим к альбому Scaled and Ice. Но! Он ведь опровергает то, что ты только что сказал, потому что... Потому что самый плохой и слабый... Потому что тематика-то довольно ограниченная, честно говоря, в этом же и состоит удивление, что, ну, он ведь пишет все эти штуки про неуверенность в себе, потому что, ну, исполнительская неуверенность, она в чем состоит? В том, что я какую-то залупу произвожу. То есть, самые клевые произведения искусства, которые есть, любые, если их начать описывать просто словами, то они звучат довольно тупо. Если ты попытаешься словами описать там даже любое шоу Леди Гаги, это будет какая-то именно шиза, которая как будто концепт Ханы Монтаны, опиши словами, ну, это же бред просто. Вот. Ну, и каждое второе произведение. И в этом состоит, как бы, исполнительский конфликт, что тебе нужно каждый раз настолько поверить в то, что ты вот создаешь сейчас что-то охеренное, чтобы успеть его довести до конца и не возненавидеть. Дропнуть, потом уже возможно возненавидеть. А тут у чуваков нету никакого поля вне этого. Они не пишут про того же адского сатану или про школьную любовь. Ну, понятно, что они пишут про школьную любовь, но это с точки зрения своих личных переживаний. И они все еще там. И, по сути, вот все эти усложнения в виде лоров, метафор в предыдущих альбомах, это было для буста этой тематики. А теперь они взрослые дяди. И теперь, оставаясь, по сути, в том же самом самокопании, он оказывается в другом пространстве. Он уже не сомневающийся подросток. Он оказывается мужик, которого реально радует его дочь. Что ты думаешь на этот счет? Я как как-то сказать. Я как та часть аудитории, которая самая, наверное, дурацкая, которая хочет, чтобы исполнитель, который вот полюбился за это, был таким. И когда у него в жизни все хорошо, мне нехорошо, потому что, сука, ну ты счастливый, ты с ребенком, с семьей, вы дружите с семьями, живете в соседних домах, судя по клипу концерн. Да. Я такой, да блять, вы не можете быть счастливыми в розово-нежно-голубых оттенках с детьми, потому что мне ваша музыка теперь не кажется острой и откликающихся. Я хочу, чтобы ты сражался с проблемами, где Блари Фейс и Дэма и вот это вот все. Я понимаю, что это очень эгоистичная штука, но мне так хочется, чтобы произошел какой-то конфликт, возможно, внутренний, и следующий альбом был большим удивлением снова, потому что я как чувак, который вкусил, знаешь, их стрэнча, пошел назад, все очень долго, слушал, 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 и вот, наконец-то, ты получаешь новый альбом, то есть я не чувак, который с первого альбома слушал и такой, вот это, вот это, и ты видишь рост, а ты такой, получил самую вкуснятину, и такой, ну сейчас, сейчас еще больше вкуснятин, и тебя тут обламываю, типа, через пару лет чуваки уже выросли, и ты такой, да мне не хватило, я с вами этого не застал, я расстроен. Резюмировал. Ну, как известно, я ебанутый, и решил, что полтора часа про 21 pilots, ну, это как-то слишком мало, поэтому, вот вам еще мнение Миши Угля, большого фаната пилотов, и человека, который монтирует мои хайлайты, вот недавно вышел видос с огромным подробным разбором на Оксимироновское, ой да, рекомендую посмотреть, но на самом деле, очень полезную информацию здесь, про альбом, говорит Миша Уголь, которую мы с Максом сказать не успели, так что, лисенап. Так, всем привет, я вырываюсь в этот ролик, как главный эксперт в России под 21 pilots, попрошу, пожалуйста, с моим статусом не спорить, не оспаривать его, и я здесь, чтобы дать небольшое пояснение, почему Максу и Миша не понравился альбом Скалидер на Несте во всех его смыслах, и объяснить, с чем это, скорее всего, связано, и оправдать, в некотором смысле, ребят. Макс и Миша на подкасте говорят, что они упоминали лор, который выстроен вокруг альбомов Bloody Face и Trench, что там мир, вот эти загадки и так далее, и так далее, и так далее, но они не упомянули, что это все не кончается на этих двух альбомах, что это всего лишь продолжение, и как раз таки продолжением всего этого является альбом Скалидер на Нейсе. Почему альбом звучит именно так? В общем, ребята говорили, что есть некий мир, некие повстанцы, бандиты, некая демо, епископы и так далее. Вот, и незадолго, там, за пару месяцев до выхода альбома Скалидер на Нейсе, на сайте начали появляться разные очередные записки, шифры, новые сайты, активизировался Twitter и так далее. Вследствие всего этого мы узнаем то, что Клэнси, то есть Альтерега Тайлера, как раз про которого и было все это написано, все это приключение и так далее, он собрал всех бунтарей, всех бандитов, и они дружно пытались из Дэма сбежать, но у них этого не получилось. Их поймали епископы и Клэнси, то есть Тайлера, как и Джоша, как, ну, предводители этого всего восстания, они заточили у себя. Но чтобы люди не переживали за это, чтобы люди там снова не вышли, не начали как-то бунтовать и так далее, они заставляют ребят делать вид, что все хорошо, что все нормально, и поэтому альбом звучит так, альбом звучит так позитивно, добро, вылезано, как будто бы все хорошо, как будто бы ничего плохого не случилось, как будто бы все позитивно. Также, ну, визуальность у альбома такой же, он яркий, он розовый, фиолетовый, голубой, все такое яркое, как леденец, просто красивая обложка для того, чтобы люди не смотрели вглубь. Вот. Но то, что как бы все не так уж и радужно, можно понять, если чуть-чуть, чуть-чуть присмотреться. Например, в день выхода альбома у них был лайвстрим с его презентацией, и там вначале было шоу, стилизированное под 80-90-е, и там было два ведущих, которые в титрах указаны как бишопы, то есть епископы, те самые, кто держит их в заложниках, и как бы странно, с чего бы вдруг им сниматься вместе с ними в шоу. Также везде написано там на промо альбома на сайте, который был приворочен к альбому на мерче, что за это отвечает некая компания Demo Good Days, то есть Demo Хорошие Дни или Demo Org, а Demo это как раз название города, откуда они собирались бежать. Вряд ли они бы начали с ними сотрудничать, если не хотели оттуда уйти. Так что это не просто так. Также название альбома является анаграммой фразы Clancy is dead, то есть Clancy умер. Но вот так же перед выходом альбома были все шифры, и в твиттере и ну как бы форсилась фраза, они сами запустили, что САЙ, то есть аббревиатура альбома САЙ из пропаганды, то есть САЙ это пропаганда, то есть нельзя этому верить, а САЙ у нас является анаграммой Clancy is dead, то есть Clancy не умер, это все пропаганда, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы мы разочаровались и подумали, что все, как бы Clancy умер, ну пытались, как бы не получилось. Собственно говоря, поэтому альбом звучит так и выглядит так, если же возвращаться в наш мир, как бы в реальное пространство, скорее всего ребята просто решили поэкспериментировать со звуком, со звучанием, с командой, набрать себе новых людей и как бы если что оправдать такой эксперимент тем, что ну сюжетом оправдать, что вот мы были в заложниках, тыры-пыры, это не мы писали вообще не наши, а если этим понравится, то как бы писать дальше, интегрировать такой стиль в свое дальнейшее творчество. Я все-таки думаю, что этот альбом, тут сошлось, что это и эксперимент, и сюжетом оправдано, и я более чем уверен, что следующий альбом он будет звучать не то, что в старом стиле, но не так, как этот, явно не так вылезно, не так хорошо, и там точно будет драма, точно будут эмоции, то, про что говорил Макс, там точно будут какие-то более драйвовые вещи, и все в этом роде. Всем спасибо, всем пока! Тут есть просто, мне кажется, у этого два объяснения, как будто, просто ты же упомянул не просто то, что они повзрослели, а то, что они теперь не депрессивный бэнд, который все время из этой депрессии вылезает, ну, в смысле, как лирический герой в песнях, да, но это же, это может быть связано, во-первых, не столько с его моральным состоянием глобально, то есть он может предыдущие, блядь, четыре альбома не всегда грустный ходил, а с тем, что с возрастным восприятием, ну, знаешь, это я, когда задаю какие-нибудь вопросы своему бате, создается ощущение, что ему вообще на все похуй абсолютно, и это какая-то вещь, которая, по всей видимости, приходит с возрастом, и первый вариант, что к нему, как и куча рок-музыкантов, которые были популярны молодыми, пришло с возрастом вот эта вот здоровая похуистичность, а другой вариант, что это альбом, написанный на карантине, и наполовину, написанный, короче, он записан в домашней студии во время нахождения на карантине, первый альбом 21 Pilots был записан в самодельной студии звукозаписи в подвале дома, то есть это впервые, когда, в принципе, этот бэнд с момента самого первого релиза находится не в состоянии ультрабабки, ультратуры, ультравсё, а честно говоря, я не увидел еще ни одного хорошего музыкального произведения с карантина вообще. Был вот этот, кто там, Боб Бёрном, да, охеренные спешалы выдал после карантина. это было потрясающе. Вот, он выдал охеренные спешалы, но это не музыка, все, что выходило, если ты скажешь, что там, опять же, дохерища рефлексии, и там есть вот этот нерв, который, то есть его подъебил этот карантин, и он прям остался на день я сам с собой, и он же там рассказывает историю, что он наконец-то такой, и все, я выступаю, пять лет не выступал, тут карантин, и он такой, блядь, и он опять ушел в самокопание и начал загоняться, и там есть конфликт, здесь я конфликта не вижу, я от этого страдаю. Ты видел хоть какие-то хорошие музыкальные произведения за карантин? Думаю, да, я сейчас так не отвечу, но думаю, да. Можете написать в комментах исключение, которое вы думаете есть, у меня... Слушай, в Беларуси были протесты, поэтому даже там треки коржа, ну то есть там хватало нервов, чтобы... Ну, то есть, ты это понимаешь, все-таки другими событиями это было вдохновлено. По-моему, все, что вдохновлено карантином, было какой-то жуткой парашей, потому что вот, ну, у меня задается впечатление, что музыканты, которые привыкли впитывать яркие краски жизни, да, вот захватывать своей творческой призмой что-то и отражать яркое, если их посадить дома, они напишут скучную залупу, вот они отразят эту свою, блядь, модную квартиру с икеевскими стульями, и ничего больше из этого не выйдет. И, возможно, пилоты просто выдали вот такую вот штуку на карантине, потому что такой был вайб на карантине и плюс. Клип, блядь, о том, что ты дома сидишь? Ну, окей. Вот в том-то и дело, я таких видел миллиард за этот карантиновый период и астъебенил, а вот у анакондос я улыбнулся, не более того. А какой там клип? Блядь, я не помню, что там, что-то им с улицы ведра какие-то передавали, они через окна переговаривались, в зуме играли, но это выглядит как именно типа ха-ха-ха, блядь. Так, короче, ты сводишься к мысли, что они постарели безвозвратно? Не, я слышал кучу теорий про то, что это альбом, который они дропнули перед нормальным альбомом, ну что-то нормальный альбом мы не услышали. Про Горгород тоже самое говорили. Да, ну микс тейф-то был, а потом был же. Да, спустя сколько лет? Не-не-не, я про то, что сейчас происходило. Сначала был микс тейп. А, ну про микс тейп вот я такого не слышал, я наоборот слышал и все, блядь. Не, я про то, что выпустил микс тейп, все-таки так нормальный альбом будет, подождите еще немножечко, и все понимали. Короче, нет, мне кажется, это такой неудавшийся эксперимент, и мне вообще интересно, просто ощущение, что парни не считают это неудавшимся экспериментом, я недоволен, что там появились музыканты, да вы что гоните, какие нахер музыканты? Я недоволен полностью вот этой новой стилистикой, вот и до. Опять же, я эгоистичный слушатель, который недоволен. Надо объяснять, почему музыканты плохо. Давай, давай. Я подозреваю, потому что это их тема, тема была вообще всегда. Во-первых, ну, то, что вас двое, да, блядь, да вы вторые white stripes в каком-то смысле, понимаешь? Типа вот это вот штуковое, вот это вот ощущение того, что вы, вы райлблад, блядь, что вы с минимальным инструментами делаете просто вот эту симфонию охеревшую. И тут у вас, типа, прифанкованный басист, и трубач ебучий, и это тебе уже нахер не нужно. Ну, у меня прям крик души, то есть я вижу эти лайвы, это прикольно, но когда он запрыгивает на тачку, которая начинает гореть, с фендером, джаз-басом, потом его кидает, начинает, типа, орать, ты такой, вау, и вы делаете это вдвоем, вот это ощущение, оно незабываемое. А сейчас, что это, ну, типа, толстые коты, которые уже все получили, хотят экспериментировать, но в более комфортных условиях, потому что музыканты, типа, берут на себя половину вообще вещей, и может даже играть теперь не надо. Короче, блядь, у тебя третий заход недовольства будет? Нет. Блэйс, Блэйс, не прыгай, пожалуйста. Спасибо. Суциидальная собака. Я понимаю, там какие-то люди его зовут. Просто, ну, тут понятно, по поводу толстых котов, часть из этого, которая правдива, я думаю, очевидна, реально, потому что, ну, у чуваков давным-давно есть все, давным-давно есть цифры, давным-давно есть бабки, вот, все уже было. Более того, они уже в альбомах успели по нескольку раз отрефлексировать то, что они популярные. Гонор, да? Или какая? Гонор, да. Гонор песня, как раз, вот, отсылающаяся именно к этому. И она с какого альбома? С какого альбома Гонор? Если мне не изменяет память, то Блори Фейс. Та же песня Гонор, она, по сути, это уже успевает проговорить и проработать, как бы, то есть, они даже стадию того, что вот на них популярность ебанулась, уже прошли. и поэтому здесь можно понять, что они этим альбомом там где-то себя успокоили тем, что он это в карантине набренькал, где-то они вот дали себе поиграть с музыкантами, потому что, ну, можно понять, что типа, ой, нас всего двое на сцене, но чувствуется как-то пустовато, то есть, типа, просто попробовать разную хуйню. Так а почему-то раньше не мешало им делать охеревшее шоу и вот этот вот акцент на том, что они вдвоем, потому что они там сальтухи какие-то делают, даже вот эти вот вещи, это знаешь, я сейчас ощущаю, как вот я 24-летним ебанул автостопом через Казахстан, Узбекистан, в Китай куда-то, и что сейчас я такой, ну, наверное, уже тяжеловато. И вот я ощущаю примерно ту же энергию, знаешь, что ты с возрастом понимаешь все эти вырванные вещи, ты к ним тяготеешь, но делать-то их уже не хочешь. И я, просто, ну, мне будет жаль, если они больше не будут делать таких вырванных вещей, с которыми хочется себя ассоциировать. Ну вот, я, конечно, опять же, совершенно не экспертный слушатель, но есть у меня подозрение, что ковид все уже не модный, уже не хайп, я говорю как антиваксер. Просто, честно говоря, для меня это все одна эпоха абсурда, то есть вот те, кто вводит ограничения, они постоянно ошибаются, у них постоянно фейлы, антиваксеры еще смешнее и тупее, и это продолжается бесконечно долго, само себя повторяет. Короче, по-моему, это именно бред, как эпоха, и неудивительно, что она рождает такие произведения. Именно эпоха глобального долбоебизма. И, ну, именно незнание, что поделать. Я вот даже опять это обсуждаю, меня уже заебало это обсуждать. И, короче, у меня ощущение, что они покатают туры, зарядятся опять тем же самым, посмотрят на свои миллиарды людей, которые там под, это, под джамсут, у них сердца встают просто, когда они слышат первые аккорды, и они в каком-то смысле вернутся к своему звуку, потому что, честно говоря, да они не особо-то и старые сами по себе. Да так и есть, типа 13 лет в группе, это, ну, это не металлика. Хотя и металлика сейчас, ладно, мы не будем, мы не будем, мы не будем. Я к тому, что, короче, не списались они стопудово, как будто бы энергия закончилась, вот эта вот протестная, и я очень хотел бы услышать от пилотов прям русский н ролл такой жесткий, и чтоб они всех нахуй уволили, такие так, ребята. Спасибо, было классно, до свидания. И начали вдвоем писать какую-то прям. Вот, но при этом ты готов к тому, что они вернутся к тому же самому напору и к той же самой силе, но все-таки чуваками скорее сорокалетними, чем двадцатилетними. Ну, перцы же хорошие. Перцы охуенные. Но у них другая история, у них не было ни одного альбома, в котором они внезапно совсем успокоились. Да, но можно же и так, может быть, а другая история, которая, ну, я к тому, что... Они могут удачно постареть, ты к этому. Мне вот кажется так. Radiohead, например. Ну, ты же слушаешь, там же не стало все таким, что типа, вот теперь у меня дети, вот теперь я не пою про паранойт андроид. Просто и в случае с Radiohead, и в случае с Red Hot Chili Peppers, и со всеми как раз, кроме Металлики, Слэйра и всех остальных вот этих чуваков, у которых именно подростковый долбоебизм составлял серьезную долю музыки, для них это легче. То есть, и мне кажется, что как раз 21 Pilots, из-за того, что они были полностью в своей рефлексии всегда, они вполне могут нести более современную свою рефлексию, а мне кажется, истерика в 40 лет, если тебя уже, блядь, что-то до истерики в 40 лет довело, то это такая хуэта термоядерная, что заслуживает вполне какого-нибудь достойного, соответствующего ей хита. Мне кажется, в такой ситуации всегда один из лучших выходов это придумывать лирических героев и издеваться над ними. И вот если они это сделают в своей комфортной жизни, тоже будет неплохо. Понимаешь? Давай поставим ставки. Да. Следующий альбом 21 Pilots, он будет чем? Ты ставишь на позитивный исход или на негативный? Ну, я просто безумно хочу, и я прям вижу, как стадионы будут взрываться, если там будет что-то уровня Jump Suite, Stress Out, или даже по уровню... Ну, прикинь, вот он начинает вот эту читку быструю, после того, как они Shire Way, ну ладно, Shire Way, типа, самый сильный трек, Сату, да и вот эта вот херня, типа, танцевальная диска 80-х, и начинается вот новый трек, где чисто бас, начинается быстрая читка, пусть это уже и было, но как это, типа, заново, типа, сыграет. Плюс, да, тренч, ты вообще недавно вышел. Да. И видно, что чувак проблемный. В том плане, что рефлексия не уходит просто так. Да, конечно. Ты начинаешь строить свое место, и все возвращается. Ну я в том плане, что всегда есть поводы для расстройств в жизни. Я к тому, что, ну, короче, даже в комфорте человек может начать загоняться, и тогда мы получим мякотку, самый вкусный материал. Я ровно то же самое вот говорил прямо перед этим. Но хочу и ставлю разные вещи. Ты ставишь на позитивный или негативный исход следующего альбома? Я считаю, что они сделают смесь Bloody Face и последнего альбома. Что там будет половина такой вот прилизанной штуковины, такой супер, тынс-тынс-тынс, и они сами вспомнят и поймут, что хочется типа ракешника, и половина треков будет прямо боевички. Вот мне кажется так будет. Вот сейчас альбом был в 21-м, сейчас 22-й, получается в 23-м или 24-м году мы вполне можем ожидать как раз переизбрание Путина будет проходить под новое альбома. Да, думаю в 24-м году все будет. Отлично. Тогда, Максим, до 24-го года заходите в Long Live Place, подписывайтесь на Макса Long Live, на меня, ставьте колокольчики, хуёльчик, все такое. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. А! Например, задумались ли вы когда-нибудь? Задумали вы... Блядский рот. Задумались ли вы... Задумали... Задумали вались... Задумали вались... Блядь, что? Вы задумались... Задумали вались... Задумали... Задумали вались... Задумали вались ли вы когда-нибудь? Задумали вались... Вы когда-нибудь задумывались? О, например, вы когда-нибудь задумали вы... Да сука твою мать! Вы, например, когда-нибудь задумали вы...